Народ, всем большой привет! Уже прошло сегодня Рождество Католическое, Новый Год, потом следующее Рождество, соответственно, целая гора новогодних праздников. И что я собираюсь сделать? Я собираюсь сравнить новогодние цены между несколькими магазинами. Я выбрал сегодня три сети. Это будет несколько роликов на темы сравнения по основным видам продуктов. Уже у меня был такой репортаж из Майами, похожий, но сейчас мы с вами будем какие-нибудь небольшие группы продуктов, например, популярные, самые популярные, ну, мясо-картофель образно, и сравним Костка-Волмарт, Волмарт-Ауди, Ауди-Костка, в общем, сравним между собой так называемая битва супермаркетов США по ценам прямо в канун, точнее сказать, тогда, когда идут праздники, и по идее цены должны быть самые-самые такие вот, ну, не знаю, высокие или низкие, скидки или не скидки, в общем, посмотрим, сравним, будет всем интересно наверняка, у кого, кто сейчас подъезд все свои запасы за ближайшие праздники, или те, кто еще собирается только делать покупки, я думаю, что будет интересно посмотреть на цены. Смотрим, комментируем, в общем, привет вам из Флориды, город Нейпл, кто присоединился, и мы с вами первые сначала отправляемся в Костка, вот он за моей спиной, погнали! Вы знаете, скажу заранее по себе, что мне лично иногда очень интересно посмотреть, дабы не тратить свое время просто так, какие продукты, по какой цене, в каких магазинах есть, для того, чтобы уже предметно ехать и смотреть, и сравнивать со своими ценами в своих магазинах, а иногда я уже просто еду за товаром, понимая, что вот там вот рекомендации поступили, и там лучше всего приобрести тот или иной продукт, поэтому я думаю, что это будет вам еще и полезно, если экономить, я надеюсь, ваше время. Вы знаете, уже Рождество католическое прошло, при этом все равно канун Нового года, при этом популярность Костка ничуть не меньше, небольшая очередь на заправки, и полная, как всегда, парковка самого Костка, мне пришлось запарковаться подальше, чтобы спокойно дойти и вам записать ролик. Вы знаете, честно говоря, у меня создается четкое убеждение того, что после праздника стало в магазинах народ намного больше, чем было даже до праздников, просто нереальное количество, поэтому снимать будет непросто. Но тем не менее, кстати, давайте я вам сразу покажу цену на мандарины, 5 фунтов за 5 долларов, шикарные мангарины мы покупали, очень вкусные, они небольшие, но вы знаете, очень сладкие, 5 долларов цена, это в Костка. Но мы с вами сегодня смотрим на мясную продукцию, вот в большей части, давайте так, и я вам сегодня покажу мясо и сравним его со следующим магазином. 11,69 за фунт стоят говяжьи ребрышки, и мы с вами выберем стейк, который можем спокойно пожарить или сделать барбекю-вечеринку. Давайте глянем стейковое мясо, по какой цене. Вот, кстати, смотрите, бескостный рибай говяжий, вот такая вот, вот это 127 долларов стоит, ничего себе, но правда, за 7,69, 16 долларов за 450 грамм, очень дорого. Очень дорого, на мой взгляд, но не знаю, прокомментируйте. Это действительно такие высокие цены просто перед Новым годом. Вот, кстати, есть еще вот такой вот бескостный, он стоит 12 долларов. Это вот Prime, а это вроде как обыкновенный. И давайте посмотрим сами стейки. То есть, и порядком разобрали на самом деле мясо. Вот, обратите внимание, 34 доллара мякоть. Стоит 6, 6,36. Ну, я беру обычно кусочки на стейки вот такие вот. 42 доллара стоят вот такие вот кусочки. Бескостные и отлично жарятся, и отличный у них вкус. 21 доллар. Ну, это, мне кажется, все-таки не для гриля. Это просто для приготовления. Ну, мало ли, может кто-то и на гриль. Но в целом, вот это вот отличный вариант. 30. 67 стоит упаковка, и 3 доллара за фунт. 36 долларов. Они уже нарезаны, очень удобно их складывать. Так, здесь 65 долларов. Брикет, говядина, 10.29 за фунт. А это, уже показывали, это баранья ножка. Обратите внимание, 5.41. Кто любит баранину, отличная цена. Мне кажется, супер цена. Вот видите, написано 10 долларов за фунт. Австралийское, кстати, мясо. Ну, и это у нас свинина. Свинина стоит 8.21. И вот такой вот кусочек стоит 15 долларов. 8 долларов за 47 грамм. Честно говоря, мне кажется, на мой взгляд, дороговато. Так, и 15 долларов стоит вот такой вот кусок. 6. Это мякоть чистая. Свиная. 6.12 за фунт. Тандерлайн. 5.17. Свиной. Свинина это. 15 тоже долларов стоит вот такой кусочек. Давайте возьмем еще вот такой вот. 32 доллара. Здесь 16 долларов. Ничего себе. Вакуумные упаковки. Цена почему-то самая дорогая. Что для рыбат? Это задок, так называемый, видимо, свиной. Но 16 долларов уже как говядина. Цена достаточно высокая. И очень большая упаковка. 33 доллара. Вот это вот, видите? Вот такая вот. А, простите, я вас обманул. Юнитпрайс 1.99 за фунт. Видите? А здесь ее 16 фунтов. Поэтому я неправильно вам сказал. Простите меня. Вот оговорился. То есть 33 доллара стоит вся упаковка. Я сейчас смотрю, что цена такая приемлемая. Нет, нормально вполне. 2 доллара за фунт. За док. На шашвычок самое оно. Так, здесь у нас курица. Самая обыкновенная. Куриные ножки. Вот такая огромная упаковка. Стоит 9.80. Отличная упаковка. Здоровая. И она расфасована. То есть удобная очень. Когда вы готовите. Не надо открывать всю курицу. Она у вас уже сразу идет порционно. Вот. Стоимостью получается 0.99. То есть меньше доллара за фунт. За 450 грамм. Что, ребята. Сегодня будет битва Костка и Алди. И посмотрим, что же нам предлагает европейская сеть. Немецкая сеть. Точнее сказать, Алди. По сравнению с Костка и мясная продукция. Что есть, по каким ценам в период новогодних праздников. Заходим, смотрим, считаем, комментируем. В общем, вам готова информация. Для того, чтобы принимать решение о покупках. Погнали. Ну и начнем мы с вами съемку сразу с того же самого. Я вижу на входе мандарины. Так вот, упаковка здесь дает 3 доллара. Отматываем назад. Смотрим, сколько она стоит в Костка. Сравниваем и принимаем решение. Ну, вы знаете, вот я даже увидел один порченый мандаринчик. А в целом, вот эти мандарины мы тоже брали. Очень вкусные мандарины. Поэтому по вкусу я могу сказать, что они равнозначно хорошие, сладкие. Такие же небольшие. Но, в общем, все в порядке. Ну, кстати, 2,19 за 3 фунта. Поэтому, кому вдруг информация понадобится, кто не успел прочесть до этого, вот это 1,36 килограмма. Достаточно пусто в магазине, на самом деле, в отличие от Костка, который забит сейчас народом. А я снимаю вам в одно и то же время ролик для частоты эксперимента. Поэтому и мясная продукция, конечно, тут вот самая, видимо, популярная. Здесь уже целых 3 человека. А так, давайте посмотрим. Ребра свиные 3,29. 13 долларов. 13 долларов стоит вот такой вот. Здесь 4 фунта и 3,29 за фунт цена. Смотрите, кантри стайл. Здесь 5 долларов стоит. 1,87 свинина. Ребрышки вот такие вот, да, свиные, я так понимаю. Шикарные. Выглядит просто обалденно. И тонко нарезанные кусочки. Здесь можно взять за 5 долларов. Всего 2,79 за оба. Мне кажется, отличная цена. Но повыше немного, чем это было в Костка. Или в Костка повыше. В общем, отматываем ролик, смотрим. Так, фарш, фарш и курица. Ну, давайте. Мы с вами смотрели там ножки куриные, да, которые стоили 99 центов. И, внимание, цена 99 центов. Обратите внимание, цена та же самая на куриные ножки. За 4,47 можно взять вот такую вот упаковку куриных ножек. То есть, цена с Костка, она получается одинаковая за ножки. Что касаемо стейкового мяса и всего такого, его здесь, к сожалению, небольшой выбор совсем по ценам. Ну, давайте возьмем тот же самый вот черный ангус. И посмотрим на цену. Цена этого кусочка 12,49. И цена за фунт 3,13. Однозначно здесь получается дешевле вот такой кусок. Не знаю, вот на тему качества, конечно, но явно цена получается дешевле. Топсер Войнстейк. Ну, продукт тот же из США, то есть, он не европейский. Это безусловно, поэтому можно здесь обратить внимание. 8 долларов. Цена на стейковое мясо за один стейк здесь получается явно дешевле. По крайней мере, на мой взгляд, учитывая то, что вот такой вот кусочек 5,99 за фунт, мне кажется, дешевле. Ну, кто там точно может посчитать, можете сказать мне, кто посмотрел, отмотал. Есть еще вот такие вот куски. Это, я так понимаю, ребай. Да, это ребай стейк. И его стоимость 11 долларов. Ну, сравнимо. Не знаю на тему качества, кто пробовал, ребят. Можем, конечно, потом как-нибудь с вами купить и пожарить. Есть вот такие, смотрите, завернутые в бекон. Готовая штучка пожарить на сковородке. 4,79 стоит 2 куска. 5 унций стейка, завернутых в бекон. Ну, мне кажется, должно быть вкусно. И, в принципе, стоит это недорого. Мне кажется, будет это достаточно вкусно. 10 долларов. Нью-Йорк. Нью-Йорк стейк. Это травяной откорм. Нью-Йорк стрип стейк. Ну, вот это вот максимальная цена, мне кажется. Ну, могу сказать только про сосиски. Сосиски. Так. Немецкие сосиски, я так понимаю, сделанные в Америке. 538 грамм. Стоит 3,25. Сосиски натуральные. Да, их делает Иллинойс. Штат, привет Иллинойсу. В общем, понятно, что европейских сосисок сюда в таком, мне кажется, в свежем виде не возят. А здесь вот они, видите, замороженные. И цена на них всего 2,45. Обыкновенные свиные сосиски. Хорошая цена для таких вот натуральной оболочки, натуральных, в принципе, сосисок, которые, на мой взгляд, должны быть вкусные. Но надо пробовать, безусловно. Итак, друзья мои, вот такая у нас сегодня была маленькая битва, батл между двумя сетями. Костка, Aldi. Посмотрели, оценили, посчитали. Потому что вы имеете право об этом знать. И, соответственно, пишите свои комменты. Пишите, понравится ли вам такой формат. Потому что я собираюсь сделать целую серию роликов на эту тему. И посравниваю с вами по ценникам сети между собой перекрестно. Спасибо большое, что смотрели. Увидимся, как всегда, скоро. С праздниками, с праздниками. Каждый день всех с наступающими. Всем огромный привет.